Офицеры, правоохранители, защитники Отечества У подавляющего большинства специалистов СК есть и личные армейские строки Служить довелось в группе советских войск Демократической Республики Германии Алексей Ефимович слушает 300 раз, совершал боевую эволюцию Армия — это школа жизни, и она нужна для молодого человека, чтобы познать себя Это Томск, далекий от столицы Сибирский город Здание областного следственного управления Здесь каждый следователь хорошо наслышан об армейском опыте своего руководителя Генерал-майор Щукин военную службу проходил в ГДР Из Сибири через Польшу отправился в Потсдам, где в группе советских войск Служил старшим вычислителем минометной батареи Одним из самых ярких воспоминаний о службе стали учения со стрельбами На крупнейшем в мире Магдебургском полигоне Именно тогда я впервые ощутил огромную ответственность за то, что и как я и делаю Понял, что значит работать в команде И этот армейский багаж стал основой всей моей дальнейшей службы на благо Родины На страже закона подполковник Ничай 24 на 7 в своем кабинете Наедине с томами уголовных дел и армейскими воспоминаниями Когда воинскую службу нес с автомата в руках Позади горячие точки Кавказа и Приднестровья Боевые награды добавляют веса офицерскому кителю Одна только медаль за отвагу, сколько крови и пота стоило коренному оренбуржцу Так пером и шпагой защищает родину Владимир Николаевич уже четвертый десяток лет Скоро и сына родного войска провожать Именно в армии молодой человек может впервые почувствовать себя настоящим мужчиной Научиться жить и работать в коллективе Армия мне самому дала многое Особенно для работы следователя Я научился там таким качеством, как собранность, дисциплинированность И самое главное, умение работать с людьми Скромен на словах, но в правоохранительной службе Замруководителя межрайонного следственного отдела, как и прежде в армии Соблюдает дисциплину и ежедневно подтверждает статус защитника Отечества Борется с преступностью и натаскивает молодое поколение следователей Кстати, младшему офицерскому составу в Следственном комитете России Тоже есть чем и кем гордиться Знакомьтесь, лейтенант Мазуренко, следователь из Ярославля Сам отслужил в президентском полку А это его военная династия В домашнем альбоме фотокартики дедов и прадедов Один из которых фронтовик, военный летчик, дважды герой Советского Союза Алексей Ефимович, свыше 300 раз, совершал боевые вылеты успешные И 8 раз лично и 22 раза в составе группы он потопил вражеские корабли Отец Андрея Мазуренко служил в Чехословакии Прошел путь от командира танка до начальника кафедры общевойсковых дисциплин Ярославского высшего военно-финансового экономического училища Славную династию продолжает и старший брат следователя Он подполковник национальной гвардии Иногда в боевых действиях мы переодевались в форму противника Там бороду отращивали сами и так далее Надевали чулму, одежду и перемещались И противник нас принимал за своих Дерзкие мы были, осуществляли такие налеты О боевых действиях в Афгане Салавату Каримову напоминают черно-белые фотографии с товарищами под спецназу Да старая рана, осколок разорвавшейся мины вонзился в ногу 18-летнему солдату-срочнику Навсегда оставив отпечаток войны на его теле Ничего не поделаешь, тяжелая мужская биография Суровая судьба, выпавшая на долю тогда еще молодого пацана в самом начале его жизненного пути Зато есть чему поучить молодежь Боевые истории Салават часто рассказывает своим воспитанникам из Московского кадетского корпуса Следственного комитета Армия это школа жизни И она нужна для молодого человека, чтобы познать себя На что ты способен пройти через определенные испытания и так далее И воспитывая здесь ребят, как бы на своем примере тоже показывая, что все равно это нужно Под марш знаменной группы стоять смирно К строгим командам севастопольские школьники успели привыкнуть Штатскую одежду на форму сменили еще осенью Когда в Черноморском городе Героя открыли филиал кадетского корпуса СК России Но кроме дисциплины офицеры, они же мудрые наставники Приучают воспитанников уважать гордый военно-морской обычай Поэтому будущих защитников, по традиции, приводят к торжественной клятве В мире лицовских товарищей, торжественных клянущих Достоится вы честь, если звание кадета Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации Воспитывать в себе волю и характер Мы требуем к себе честным и справедливым по отношению к своим товарищам Гордясь своим прошлым и настоящим, Следственный комитет думает и о будущем Заветные слова, произнесенные перед строем Это не формальность, а настоящая ответственность Отныне этим ребятам предстоит трудная работа Быть примером в учебе, поступках и профессиональных достижениях А старшие товарищи помогут новой волне русских офицеров Стать настоящими защитниками своего отечества Защита Родины не просто профессия Это высокая честь, которую государство и народ доверяют настоящим патриотам Сотрудники Следственного комитета, продолжая традиции российского офицерства Без остатка отдают свои силы восстановлению законности и справедливости Они всегда верны подвигу предков, которые храбро отражали удары неприятеля Работа следователей требует личного мужества, принципиальности и высокой ответственности за принятые решения Именно эти качества присущи истинному защитнику Отечества Продолжение следует...